У меня в руках DJI FPV Controller 2. Такой контроллер вам понадобится для того, чтобы летать на FPV-дронах. Он довольно-таки качественный и очень хорошо собранный. Также он популярен среди многих FPV-пилотов. Собирая дрон самостоятельно или покупая уже предсобранный дрон, вам понадобится контроллер. И как вариант вы можете взять такой. Также вы можете взять DJI Avato, который также может летать в мануальном режиме, но изначально с ним поставляется другой Motion Controller, который позволяет летать только в нормальном и спорт режиме. Поэтому такой контроллер вам придется докупать отдельно. Данное радио можно купить на сайте DJI. Так как этот контроллер также идет в комплекте с DJI FPV-дроном, который, в свою очередь, имеет три режима полета, а именно нормальный, как у любого другого Mavic Sport, это по сути такой же, только с большей скоростью, и мануальный, он же Acro, как у всех FPV-дронов. Для этого его и нужно настроить. Так как в обычном режиме левый стик центрируется каждый раз при каждом отводе, и это позволяет просто бросить стики, и ваш дрон остановится на месте. Нажимая вниз он будет опускаться, нажимая вверх он будет подниматься. Так он будет парить на одном месте. Если вы будете работать этим контроллером в мануальном, в Acro режиме, то этот стик немного меняет свою задачу. Его движение вверх-вниз становится больше как газ, или как его мощность. То есть, в мануальном режиме, самое нижнее положение, это означает ноль мощности. Самое верхнее, перевод самое верхнее, это сто процентов мощности. То есть, по сути, если вы включаете дрон, то так как стик центрируется, ваш дрон изначально имеет 50 процентов мощности. То есть, если вы просто включите дрон, подключите, нажмете на запуск, ваш дрон из-за того, что стик по центру резко просто взлетит вверх, и вы можете не успеть среагировать. Если вы еще зацепите правый стик, он просто улетит вправо куда-то, и вы разобьетесь точно. Поэтому этот стик нужно настроить отдельно. Для того, чтобы его настроить, мы переворачиваем контроллер, и нас интересует именно левый стик. Поэтому, переворачивая его, мы смотрим на правую часть сзади. Для этого мы открываем эту часть, она открывается легко, просто пальцем, ногтем подковыривается и отодвигается. Не нужно отодвигать больше, потому что здесь есть зацепка, которая, если будете тянуть сильнее, она просто сломает вам крышку. Поэтому вот настолько отодвигаем. Также вам понадобится обычный шестигранник, размером 1,5, 1,5. Такой, ну, у меня свой, обычно. В комплекте с дроном приходит специально один отдельный. Суть такая, F2 и F1 работают по такому принципу. Внутри, допустим, есть два зажима. Зажим по вертикали и по горизонтали. С помощью F2 мы разжимаем горизонтальную, и он начинает падать. Но падает он только в этих позициях. И нам нужно разжать максимум горизонтальную, и немножко зажать вертикальную, чтобы он не падал спокойно вот так вот, а немножко был прижат и держался в той позиции, которая нам нужна. Но при этом свободно ходил. Для этого мы отводим и начинаем с F2. F2 нам нужно крутить все время по часовой стрелке. Берем F2 и выкручиваем на максимум. Переводим и видим, что на наш стик стал как желе. Он вверх-вниз падает спокойно, но при этом влево-вправо он все равно еще центрируется. Наша задача этот стик зафиксировать, немножко зажать, чтобы он не ходил вот так вот. Переворачиваем сюда, переходим на F1 и тоже вправо совсем чуть-чуть заводим и делаем пол оборота. Переворачиваем, смотрим, все еще прыгает. Ставим пол оборота. Смотрим, он уже перестал шататься. Вам нужно зафиксировать его так, чтобы он регулируя, если вы бросите, он стоял в этом же положении, но при этом он не падал, но и не был слишком зажат. Я сделаю еще немного. Вот сейчас меня устраивает. Его положение достаточно хорошо держится. Влево-вправо он все еще центрируется, но вниз-вверх ходит плавно, приятно. И теперь я могу его просто установить вниз, запустить дрон и он у меня будет стоять на полу. Если я захожу, захочу нажимать вверх, он будет подниматься у меня. Соответственно, мы избегаем этой ошибки, которая сразу дает ему половину ускорения. Закрываем. Все. Контроллер готов к использованию. Продолжение следует. Продолжение следует...